Всем привет! Сегодня я хочу затронуть такую важную тему, как бедный, скудный словарный запас. Как его расширить? Что нужно сделать? Есть несколько способов, чтобы ваш словарный запас был богаче. Отсутствие нужных правильных слов, разнообразных слов, делают вашу речь скудной. Как ее обогатить? Самый первый способ. В первую очередь нужно избавиться от слов-паразитов, потому что слова-паразиты, такие как как бы, это самое, ну, э, эконья, аконья, лишние непонятные звуки, они засоряют нашу речь. Они ее делают скудной, бедной. Как это сделать? В самом начале нужно найти эти слабые стороны вашей речи, эти слова-паразиты. Берете камеру, диктофон и составляете рассказ, допустим, сегодняшнего дня. Рассказывайте, что с вами произошло. Буквально минута-две вашей чистой речи. Как только вы прослушаете себя, вы заметите те слова, которые повторяются, вы заметите те звуки, которые вы периодически издаете. Обязательно их запишите. Если вам есть кому помочь, обратитесь к своему другу, жене, подруге, мужу, чтобы не щадя вас, слушая вас, в какой-то момент отдергивал и говорил, вот, повторяешь слово, вот, слово-паразит, вот, слово-паразит. Ни в коем случае не обижайтесь, запоминайте и пытайтесь избавиться от этих слов. Как избавиться от эконья и аконья? Самый простой способ. Простой способ. Просто закрывать рот в конце каждой мысли. Первый способ мы нашли. Это слова-паразиты. Второй способ — это чтение. Но просто так читать недостаточно этого. Читаем обязательно вслух, потому что каждое произнесенное слово, оно присваивается. То есть вы его проговариваете, вы его осмысливаете. Читая текст, находите новые интересные слова, подчеркиваете их, или лучше выписываете, записываете. Появляется какая-то мысль в прочтенном материале, выпишите ее, как цитату. И обязательно литература должна быть разноплановая. Художественная литература, техническая литература. Допускай даже инструкция по применению освежителя воздуха. Тоже полезно. Все полезно. Каждое слово, которое вы находите, которое вам, казалось бы, вроде бы интуитивно вы понимаете, о чем оно. Проверьте в словаре. Прочитайте. Полное значение. Уверяю вас, то, что вам кажется интуитивно знакомым, смысл совсем другой. В 50% всех слов, которые интуитивно вы знаете, их значение, смысл абсолютно другой. Далее. Те слова, которые вам понравились, выписывая их, попытайтесь строить вашу речь, общаясь с друзьями, знакомыми, коллегами. Попробуйте. Это очень интересно. Это прекрасная игра. Узнавайте значение новых непонятных слов. Общайтесь с людьми. Не бойтесь общения. Лучше всего, чтобы это были разные, непохожие на вас люди. Чтоб они по-другому, возможно, говорили. Разные слои. Возможно, даже просто вступить в диалог с абсолютно незнакомым человеком на разные интересные темы. Перекинувшись двумя-тремя предложениями, вы услышите новые необычные словечки, шуточки. Манера разговора может стать совсем другой именно ваша. Каждый новый человек меняет вас. Помните об этом. Ну, разумеется, носите с собой записную книжку или просто записывайте в телефон те слова, которые или выражения, которые вам понравились, или наоборот, нежелательные выражения, которые вы заметили за собой. Мало просто записывать, нужно периодически просматривать и запоминать. Тоже очень интересный и действенный способ расширить свой словарный запас. Писать. Все мы сейчас в социальных сетях. Пишите посты не просто фотографию. Гулял. Ходил. Попробуйте те слова, которые вы находили, которые вам понравились, вписывать в маленький пост. Очень действенно. Изучайте иностранные слова. Попытайтесь изучить, ну, попробовать просто изучать иностранные языки. Вы начнете уже более аккуратно обращаться с грамматикой. Начнете тщательно подбирать слова. Заучивайте стихи, афоризмы, цитаты. Они усиливают вашу память, развивают вашу память. Ну и, понятное дело, новые интересные слова, также они запоминаются. Дело не только в украшении речи. Представьте, как здорово будет блеснуть своими знаниями в беседе. Можно использовать игры. Есть прекрасная игра. Один из моих друзей, когда приходит ко мне в гости, мы всегда играем в такую прекрасную игру, как банка. Это можно делать уже с друзьями. Одному это не очень интересно. То есть мы представляем обычную стеклянную банку, трехлитровую, двухлитровую, все равно, обычное горлышко. И выбираем какую-нибудь букву. Любую букву всей компании. Например, буква «З». И в банку засовываем. Каждый называет слово на букву «З». Это должен быть какой-то предмет, который помещается в эту банку. Он не должен быть больше. Например, я не знаю. Замок. Следующий человек. Звено. И так далее. Тот, кто не нашел подходящего слова, выбывает. То есть это помогает расширить ваш словарный запас, найти новые какие-то слова. Если вы не можете никак запомнить какое-нибудь интересное слово, используйте карточки. На одной стороне карточки вы пишете слово, на другое его значение. Это помогает вам тренировать. Также упражняйтесь. Составляйте предложение, где каждое слово начинается с буквы алфавита. Например, А, Б, В. А сегодня утром я выпил кофе. Следующее предложение с буквы Б. И так далее. Попробуйте. Очень интересно. Придумайте истории из слов, принадлежащих одной части речи. То есть напишите, допустим, сегодняшний день. Что вы делали? Звонок, пробуждение, будильник. Бодрость, одухотворение, радость. Находите синонимы словам. Это очень важно, потому что тем самым расширяется словарный запас. Играть в синонимы можно одному и где угодно. Едете в метро, едете в машине, заскучали. Придумайте синонимы к слову. Например, слово «жаркий». Какие могут быть синонимы к этому слову? Душный, обжигающий и так далее. Решайте головоломки, разгадывайте кроссворды, ребусы. Тоже очень важно. Давайте подведем итоги. Надо исключить слова-паразиты, общаться с новыми людьми, пользоваться словарем обязательно, завести дневник, блог, чтобы записывать, заучивать стихи, цитаты, афоризмы, играть в слова, ну и читать. Обязательно читать, читать вслух. Еще раз запомните, каждый раз прочитали слово, которое вам понравилось, новые слова, вставляете в разговор со своими друзьями и знакомыми. И ваш словарный запас будет широким, всеобъемлющим, огромнейшим. На сегодня все. Пишите в комментариях, как вы работаете на расширение вашего словарного запаса. А лучше всего, после просмотра видео, буквально через неделю, через две, используя эти принципы, расскажите, опишите, как работают эти принципы по расширению словарного запаса. На этом все. Пока-пока.